С августа 2023 в Забайкальском крае действует приказ о безвозвратном отлове безнадзорных собак. Животные остаются в приютах на пожизненном содержании, но не сами приюты, не бюджет региона отнюдь не резиновые. В день на содержание одного четвероногого тратится 156 рублей, а это более 57 тысяч в год. Тем временем только в Чите с начала года отловлено более 2100 собак. Градус проблемы, конечно, снизился, но незначительно. Приют «Пять звезд», где сейчас содержится около 4000 псов, постоянно расширяется. Есть еще чуть больше тысячи свободных мест. Строятся новые вольеры. Но они заполняются с бешеной скоростью. Проблему должны были предположительно решить пункты временного содержания, в которых будут проводить эвтаназию больным и агрессивным особям. Но и это, как выяснилось накануне на круглом столе, посвященном собачьему вопросу, не выход. Пока еще ни одной собаки, проявляющей немотивированной агрессии, не высыпляли. В процентном соотношении агрессивные собаки составляют где-то 15-20 процентов, не более. То есть, таким образом, я хочу сказать, что где-то не более 20-30 процентов мы сократим численность животных в приютах. Но я хочу сказать, эти места тоже будут со временем пополняться. И какой-то тупик снова. Какому тупику приступить, не важно. Через три месяца и через полгода это произойдет. Работу ведут и волонтеры, которые находят животным новый дом. Но и тут показатели ситуацию не спасают. При этом нападение на людей сейчас чаще совершают домашние собаки, находящиеся на свободном выгуле. У нас просто из машин вытаскивали собак. И женщины совершенно разного возраста костьми ложились на то, что это наша собака, зачем вы ее забираете? Почему она возгуляет? Если она возгуляет, тогда мы будем вас привлекать. Но как привлекать к ответственности и как в целом регулировать этот процесс, власти пока не знают. В России, в отличие от стран Европы, нет федеральных норм по обязательному чипированию четвероногих, которая решила бы сразу ряд вопросов. На круглом столе был озвучен еще один вариант, который тоже может сработать только в перспективе – воспитывать у забайкальцев культуру обращения с животными. Александр Солдатов уже начал такую практику в Иркутской области, где дошкольникам показывают спектакли о нелегкой жизни собак. Пока же только на улицах Читы остается около трех-трех с половиной тысяч бездомных псов. Екатерина Пешкова, Анастасия Шадрина, РТК Забайкали.